Вот смотрите, первый инструмент, который они ковали 20 лет, провалился за полгода. Второй инструмент, мобилизация, провалился за неделю. Что будет с третьим инструментом? Третий — это ядерное оружие. Ну, ядерное оружие, да. Я думаю, что провалится за сутки по очень простой причине. Путин и вся российская военная верхушка знает, как запускать ракеты ядерные. Но она не знает, что с этим делать. То есть? Ну, то есть ядерная война — это тоже война, ее надо вести с какими-то целями. Да, это и да. А вот они не знают, какие цели они могут преследовать в этой ситуации, и они не знают, что с этим всем делать. Кромко нажать можно. Что дальше? Понимаешь, даже если вести ограниченную ядерную войну, это очень тонкая искусство, не перевести ее в масштабную ядерную войну с уничтожением цивилизации. Второй момент. Как бы если вести там сверхограниченное ядерную только тактическим оружием, то тебе все равно нужны массы войск, да и во втором случае нужны массы войск, которые будут захватывать территорию, убрать города, покорять ее и так далее, и так далее. Ну, ядерный удар, допустим, по группировкам наших войск, полярно, они, допустим, как они рассчитаны, могли бы нас... Мы бы нас пугались, все сдались. Но территорию же надо кем-то занимать. Кем? Людьми, 90% из которых форму выдать не могут или как? И кормить нечем. Они же сейчас приперутся все зимой в поле, представляешь, да? Медицина ноль, это ковид, это все осложнения всех болезней у людей, тоже у пожилых людей, грибут в массе своей. Все у них просто по медицинским причинам будет выбывать 30-40% личного состава, просто сходу, по факту еще, по движению в этих теплушках и во всем остальном, и так далее. А во-вторых, никто не уверен в состоянии российского ядерного оружия и в их состоянии провести вообще какое-то там, как это... практическое боевое применение этого оружия. Не тестировалось, оно хрен знает сколько лет, особенно тактическое. Что с ним там за это время произошло, не знаю. Уровень профессионализма персонала, но если он такой, как у всей российской армии, то как бы оно ни взорвалось там при попытке старта еще чего-то. То есть Россия в воронке катастроф стремительно оттуда проваливается. И у этого есть очень хороший признак.